Добрый вечер, в эфире Вести Крещаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Как улучшить социально-экономическую ситуацию в республике, какие отрасли нужно развивать, об этом мы не только говорили на совещании в Архизии. Оперативно-служебную деятельность МПД республики обсудили на встрече, которую провел начальник главного управления МПД России по СКФО. Чей двор красивее, благоустроение уютнее. Кобизия жюри определила лучшие подворья об участниках и критериях конкурсов и продажных сетей. Он был построен алланами в 10 веке, считается одним из древних в стране. В обыкновении наше наследие сегодня сунг-инспектант. Как мы уже сообщали, накануне Карачаева-Черкесии с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев. В Архизии прошло совещание по вопросам социально-экономического развития республики. Участники встречи выделили ключевые направления совместной слаженной деятельности федерального правительства и региональных властей по повышению уровня жизни населения. Подробности у Мурата Джанкёзова. Говоря о состоянии экономики Карачаева-Черкесии, Юрий Трутнев выделил как положительные показатели, такие как рост индексов промышленного производства и инвестиций в основной капитал, так и определил основные острые вопросы в этой отрасли. На совещании отметили, что сегодня в Карачаево-Черкесии активно строится социальная инфраструктура. И важно сделать упор властей на развитие реального сектора экономики, создание новых предприятий и рабочих мест для населения. Для этого необходимо усовершенствовать механизм государственной поддержки инвесторов. Для сравнения, на Дальнем Востоке на рубль вложенных бюджетных средств приходится более 20 рублей частных инвестиций. Для регионов Северного Кавказа показатель 1 к 10 считается хорошим результатом. Я не хочу никаких революционных решений, что давайте сейчас здесь тоже установим нижнюю планку 1 к 10, а больше никому ничего давать не будем. Так мы можем остановить развитие. Но потихонечку из этого выбираться, потихонечку открывать преимущества Северокавказского региона, привлекать сюда инвесторов, добиваться того, чтобы все-таки больше денег вкладывалось частным бизнесом. А государство выполняло эту функцию, которую должны выполнять – помогать, содействовать, создавать инфраструктуру. Вот мы будем потихонечку такими продуманными шагами вместе с главами регионов двигаться в этом направлении. Продолжая тему развития туристической отрасли, участники совещания не прошли мимо знаменитого курорта Дамбай. Речь шла о повышении инвест-привлекательности для создания в Дамбайе современной, качественной горнолыжной, гостиничной, инженерной и туристской инфраструктуры. Вот есть Архиз, который еще раз, слава богу, в общем, в целом уже состоялся. И есть Дамбай, где мы давно не помогали, который относится к числу достаточно таких старых, тоже традиционных у нас центров горнолыжного отдыха, только с инфраструктурной горнолыжной, там не все в порядке. Мы туда завтра обязательно тоже заедем, посмотрим состояние. Но мне кажется, что если мы сейчас можем дальше развивать Архиз за счет средств частных инвестиций, а деньги федерального бюджета использовать для развития Дамбай, то общей пользы будет больше. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов по итогам мероприятия выразил благодарность вице-премьеру за поддержку и нацеленность на результат, ориентированный прежде всего на благо жителей республики. В тех направлениях, где мы проседаем или просели в последнее время, понятно тоже по каким причинам, здесь тоже Юрий Петрович нас поддержал и дал ряд конкретных четких поручений, которые при нашей слаженной работе правительства республики и Минэка, так, конечно же, с правительством Российской Федерации. Мы, если такую работу выстроим, конечно, оно даст определенные плоды и результаты. Мурат Жантьюзова, Лебастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Архыз. Начальник Главного управления МВД России поисковой Сергей Бачурин провел совещание, на котором рассмотрели результаты работы оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел республики. Вначале он поздравил сотрудников и ветеранов уголовного розыска с профессиональным праздником и вручил им ведомственные награды, почетные грамоты. Начальнику УФСБ России по республике Юрию Плодовскому была вручена медаль МВД России за боевое содружество. Рассматривая вопросы деятельности регионального министерства, Сергей Бачурин отметил основные направления, которые влияют на оперативную обстановку. Так он указал на необходимость сконцентрировать основные усилия на документировании деятельности организованных групп и преступных сообществ по незаконному обороту оружия, перекрытии каналов и их поступления. Также на активизацию мероприятий профилактического характера, в том числе в интернет-пространстве по противодействию терроризму и экстремизму. Было отмечено, что вопросы хищения в бюджетной сфере борьбы с коррупцией, организованной преступностью, декриминализации лесной отрасли и топливно-энергетического комплекса находятся на постоянном контроле руководства МВД России. Вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 82 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в республике – 7596 человек. Из них 4940 выздоровели. Госпитализировано – 466. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачао-Черкесии Восточные – 5-10 метров в секунду. Ночью порывы до 14, днём – до 18. Температура ночью 5-7, днём – 19-21 градусов тепла. Вятские меха «Центр сезонных распродаж» дарит телевизор. Шубу смело примеряй и подарок получай. Только до 15 октября. ТЦ «Панорама», первый этаж. Всё, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Продолжаем выпуск. Определено самое красивое подворье Хабеза. Жюри, в состав которого вошли члены Общественного совета Аула и представители администрации сельского поселения, рассмотрели заявки участников, выразивших свое желание поучаствовать в конкурсе и показать благоустройство домашнего очага. Фатима Даурова расскажет, по каким критериям победитель обогнал своих соперников и заслужил титул обладателя самого красивого подворья Хабеза. В семье Тутовых всегда было принято уделять особое внимание внешнему виду двора и внутренней теплой атмосфере домашнего очага. Это все удачно совмещалось благодаря наставлениям старших и послушанию младших. С детства дети привыкали к тому, что уют в доме – дело рук самих домочадцев. Раннее утро бабушка Лила встречала, ухаживая за своими любимыми цветами. Страсть к живой красоте она привила и своим детям. Когда я еще была маленькой, у нас во дворе мама всегда выращивала, сажала эти цветы, и все удивлялись, все останавливались, заходили, смотрели. Это, наверное, от матери я получила такое продолжение, наверное, да. Она и сейчас, ей 90 лет, моей маме. Вот 11 сентября мы отпраздновали 90-летие. Тем не менее, и сейчас она старается ухаживать за розами. У нее один кустарник, любимый кустарник роз во дворе. Оформив заявку на участие в конкурсе на самое красивое подворье, семья Тутовых не ожидала, что станет победителем, обойдя своих соперников. Всего претендентов на главный титул было шесть. Но жюри строго выбирало по критериям. Ухоженность, дизайнерское решение и оригинальность. Комиссионно ходили в каждый двор. Их было шесть дворов. Смотрели по номинациям, по пунктам, все, ставили оценки. То есть наяву мы видели, как они следят за своим подворьем. Честно сказать, посмотреть было на что. Очень было приятно, потому что именно те люди, к которым мы ходили, действительно постарались, действительно живут очень красиво. И, как говорит Фатима Тутова, чтобы поддержать уют во дворе, особых материальных затрат и не нужно. Только любовь к труду и желание каждое утро видеть красоту за окном. Руками можно многое сделать. Почистить, посадить. Цветочек можно найти, посадить. Можно ухаживать тоже. Для этого особых затрат и не надо. Просто надо любить красоту и чистоту. Владимир Микитов тоже из числа тех энтузиастов и перфекционистов, для которых важно, чтобы все было вокруг ухожено и чисто. Он несколько лет боролся с мусором на улице около своего дома, пока его не посетила оригинальная идея – облагородить место так, чтобы людям стыдно было выбросить даже обертку от конфетки. Со временем в конфетку превратилась прилегающая территория и только благодаря его настойчивости и усилиям. Яркие клумбы, зелень, радующие глаз и тихое место, где можно вечером посидеть после тяжелого рабочего дня. Организаторы конкурса надеются, что такая инициатива жителей Хабеза станет примером для всех и уже к следующему году к борьбе за образцовое подворье присоединится больше участников. Фатима Даурова, Марина Кушпова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабезский район. В рубрике «Наши наследия» сегодня мы расскажем вам о Сентинском храме, расположенный на левом берегу реки Тиберды на Сентинской горе напротив аула Нижняя Тиберда. Он был построен Алланами в X веке и считается одним из ранних христианских памятников в стране. Подробнее о нем расскажет шерифат Лепшокова. Сентинский храм расположен в одном из живописнейших мест республики. Окруженный лесистыми горами и чистейшей рекой, он сразу же притягивает внимание. Речайший память николандской архитектуры относительно неплохо сохранился. Эти каменные стены помнят торжественное открытие в 1965 году. Тогда новый храм почтили своим вниманием сановные византийские чиновники. До сих пор остается загадкой, как им зимой удалось преодолеть столь непростой путь через горные перевалы. Сентинский храм расположен здесь, на высоком утесе горного хребта, можно по праву назвать одним из знаковых в республике. Расположенный на пути каравана Великого Шелкового пути, он являлся своего рода и проводником политических и экономических интересов древних Алан. 1965 год, в принципе, знаменателен и тем, что в это время пал Хазарский хаганат, правители которого препятствовали распространению христианства в Алане. И после падения Хазарского хаганата христианство начинает распространяться, конечно, более интенсивно в Аландском государстве, которое с этого момента фактически становится самостоятельным и самостоятельным игроком, в том числе на внешнеполитической арене. Интерес Византии к Алании рос. Начинается масштабное храмовое строительство, в том числе Сентинского храма, получившего свое название благодаря расположенному внизу одноименному аулу, где и спустя тысячелетия проживают потомки Алан. Нижнюю Тиберду по сей день в Карачае называют Сенты. Примечательна и гора, где расположен храм. Еще в конце XIX века учеными там были найдены пещеры с древними погребениями. А через сто лет на этой же горе была обнаружена уникальная находка – каменный ящик с серебряными украшениями, датированными V веком. Это вдвойне удивительно, потому что задолго до ученых здесь побывали черные копатели, и многое было разграблено еще в период нашествия Тамерлана. Археологам все же удалось найти более ста драгоценных находок. Сохранились в храме и уникальные фрески с библейскими сюжетами. Изображения с трудом просматриваются, но все же их можно разглядеть. Примечателен и расположенный рядом небольшой мавсалей, аналога которому нет на Северном Кавказе. Здесь по традиции хоронили влиятельных сановников. Сохранился и уникальный колодец с водостоком для дождевой воды. Советскими учеными было обнаружено и помещение, где гасили известь и замешивали раствор для строительства храма. После входа в храм с правой стороны, допустим, там было обнаружено захоронение женщины в довольно богато украшенном гробу. В смысле, ну, разграблено оно было довольно давно, до обнаружения. Ну и, в принципе, да, конечно, сейчас сам храм, он, в общем-то, находится в, можно сказать, довольно плачевном состоянии в плане своей архитектуры. Но, с другой стороны, с исторической точки зрения, он представляет большую ценность тем, что он, по крайней мере, из всех, повторяюсь, более-менее сохранившихся пяти средневековых храмов, находится, ну, в более, наиболее приближенном к оригиналу состоянии. В XIX веке храмы его окрестности пережили еще один исторический виток. Царское правительство стремилось ассимилировать коренные народы Кавказа. Появлялись идеи, что было бы неплохо, если горцы вернутся к религии своих предков. И многие храмы, отчасти при поддержке государства, становились действующими. Так, на территории памятника оландской культуры возник женский монастырь, действовавший вплоть до первых революционных лет. Позже на его месте расположился интернат. Какое-то время была база учительского института. Сейчас же это уникальное место, доступно всем, кто хочет прикоснуться к древней истории Кавказа и насладиться необычайной природой. Шерифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Спаска». Субтитры подогнал «Симон»!